друзья приветствую всех на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов ну что ж после пасхального понедельника мы разумеется сегодня рассчитываем на то что на рынке будут все кто хочет спекулировать торговать то есть это уже не низко ликвидная торговая сессия с этим я рассчитываю на то что волатильность на площадках должна увеличиваться интерес со стороны трейдеров будет более выраженным и финансовые активы придут к тем средним показателям диапазона входа которые мы привыкли по факту именно кризисных явлений сейчас сложившихся по причине распространения коронавирусной инфекции в общем продолжим охотиться за движениями нам они интересны потому что мы фундаменталисты и хотим использовать любой всплеска интересной динамикой чтобы попробовать конвертнуть это в определенную а прибыль давайте начнем с рынка нефти 32 15 принципе друзья те же самые уровни что и были накануне но я рассчитываю что сегодня рынок уже придет в более интересное движение что сейчас занимает умы трейдеров конечно же все продолжают переваривать достигнутое соглашение по сокращению производства снизили добычу на 9 и 7 миллиона на баррелей львиная часть сокращения пришлась на россию савдовской аравии они сократили производства в совокупности на 5 миллионов и в целом для них сейчас действуют квоты по добыче там восемь с половиной миллионов ну и еще по мелочам было раскидано по другим площадкам по другим регионам 9 и 7 это не та цифра которая первоначально обсуждалась первоначально бодали за 10 миллионов но как вы знаете мексика отказалась брать на себя новую квоту по сокращению добычи на них с учетом новых договоренностей должно было прийти снижение на 400 тысяч но они максимум на что готовы были пойти и в итоге пошли молодцы отстояли свою точку зрения я бы очень хотел чтобы россии также была переговора в общем мексика 100 тысяч снижение остальная часть пришлась на сша то есть сша взяли на себя обязательства сократить добычу дополнительно за мексику и тем самым спасли соглашение энергетического пакта именно так выставили трампа и в целом штаты во всех средствах массовой информации для чего эти меры были приняты для того чтобы поддержать рынок нефти поспособствовать его балансировки и все-таки развернуть котировки с тех донных уровней на которых находились они несколько недель назад и поспособствовать их дальнейшему рост но почему рынок не растет друзья да потому что все прекрасно понимают проблема которая стояла изначально это решить именно сам факт расхождения спроса и предложения от проблема не решена потому что на данный момент из-за коронавируса из-за влияния именно кризисных явлений спрос на них снизился больше чем на 20 25 миллионов баррелей в сутки и тут сокращение добычи на 9 и 7 то есть элементарная математика она не бьется я может быть могу допустить что среди вас есть оптимисты которые считают что хочешь чего-то нужно начать то есть 9 и 7 это лучше чем ничего но не так сейчас работает именно правильный подход к анализу в отношении рынка нефти и так дела не делаются в общем если бы были основания друзья сейчас поставить на рост котировок нефти то только в том случае если бы полностью проблема перекоса вот этого спроса и предложения на 20 25 миллионов было бы решена солидарным решением сокращения добычи на указанную такую же цифру но этого сейчас не происходит вот поэтому рынок нефти то активной и не растет соглашение будет действовать в текущем формате два месяца май и июнь после чего стран начнут понемногу увеличивать производство нефти и если мы сейчас говорим о соглашении снижение добычи на 9 и 7 то вот буквально уже через два месяца то есть уже с июля сокращение добычи будет составлять уже не 9 и 7 7 и 7 миллиона при этом хочу отметить что запасы продолжают накапливаться просто в каких-то с какой-то гипер скоростью и фактически хранилища будут забиты полностью под завязку уже друзья в июне в июне также стекает 10 вот этого соглашения то есть в этот же месяц мы с вами вернемся снова к тем проблемам которые ранее обвалили котировки нефти я в связи с этим уверен то что рынок черного золота но может какое-то время консолидироваться еще близи текущих значений но все равно пойдет ниже потому что те же самые проблемы сохраняются индекс американского доллара 99 17 предлагаю сделку buy stop с уровня 99 70 для тех кто еще не заходил в покупки доллара джипи морган снова пересмотрели понизили прогноз экономического роста сша в мане ориентируется на то что спад может превысить 40 процентов отчасти я разделяю такую точку зрения учитывая то что штаты это эпицентр вообще распространение коронавируса только вдумайтесь в цифрах 600 тысяч заболевших на территории сша количество летальных исходов здесь также сожалению бьются рекорды американская экономика на пороге еще большего экономического спада катастрофического роста безработицы да это этот кризис вызван коронавирусом пандемии которая скоро я очень на это надеюсь сойдет на нет но отправиться американская экономика если сможет то очень и очень не спора даже несмотря на вот эти беспрецедентные меры экономического стимулирования поэтому доллара еще точно возьмет свое друзья очень хотелось бы чтобы вы вовремя в нужное время оказались именно в длинных позициях и смогли выжить весь потенциал роста золото 1716 летний максимум и я уверен то что мы можем обновить даже вообще исторический максимум там забраться выше уровня 1900 долларов за тройскую унсу bitcoin кстати тоже чувствует себя очень даже неплохо сейчас за один bitcoin дают 6911 долларов bitcoin помогает беспрецедентное увеличение денежной массы беспрецедентное печатание денег я об этом уже также говорил напомню друзья то что bitcoin появился во время прошлого кризиса доказал свою состоятельность текущий кризис он в разы превосходит кризис 2008 года поэтому кто знает сейчас мы говорим о биткойне как о инструменте который далек от своих максимумов который может быть сохраняет потенциал роста но пока не радует тех кто привык как называемым иксом на рынке криптовалюта но вы не забывайте друзья что bitcoin не раз уже довольно быстро демонстрировала интенсивные восходящие ралли ситуация может повториться я думаю что bitcoin реально еще не раз напомнит о себе и как показывает опыт кризисные времена для биткоина это очень хорошая пара для того чтобы увеличивать капитализацию вообще всего рынка криптовалют ближайшая цель друзья точно выше 8000 по отдельному альткоин может быть поговорим как-нибудь на следующих брифингах но в принципе там динамика схожи в общем золото и биткоин держим длинных позиций евро против доллара на данный момент котировки 109 45 я буду держать позицию столько сколько потребуется но у меня есть стоп лосс на отметке 110 если достигнем то соответственно выйду и буду искать уровня для перезахода почему евро нужно продавать много раз уже говорил повторяться не буду фунт против доллара выбила друзья из рынка но я не расстраиваюсь по фунту я точно думаю что удастся еще взять свое поэтому буду искать уровня для перезахода это точно не раньше чем снижение пара в район отметки 124 80 но эти на этой неделе обязательно обратим внимание на пару доллар канадец и нужно это будет сделать завтра банк канады проведет заседание будет пересматривать процентную ставку объем программы количественного смягчения и прогнозы экономического роста я вообще считаю что текущая динамика она неправильная по доллару канадцу нужно давно уже расти хотя котировки сейчас 138 65 почему расти потому что здесь и потенциал снижения нефти то снижение которое было показано раньше статистика как вы помните на прошлой неделе стало известно что без работы в канады осталось больше одного миллиона человек и дальше ситуация будет только ухудшаться там уже мы ждем заседание завтрашние точно будут пересмотрены прогнозы экономического восстановления прогнозы по росту инфляции это даст нам почву для рассуждений о новых мерах экономического стимулирования напоминаю что голдман сакс ориентируется на то что пара доберется до отметки 1 45 уже к началу 3 квартала 2020 года на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания